Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В местной администрации сообщают, что в зоне риска находятся более 250 голов свиней со всех частных подворей района в 19 населенных пунктах. С 7 ноября на всех сельхозярмарках, рынках, в местных магазинах района запрещена продажа свиноводческой продукции, а также ввоз и вывоз поголовья. На границе с областью установлены санитарные посты. Случаев заражения свиней в Училинском районе не зафиксировано. В Челябинской области третьего обнаружен АЧС свиней. Они у нас рядом, недалеко от нас. Африканская чума свиней, которая имеет быстрое распространение через кабанов и так далее. Или, допустим, в Челябинске, если машина поедет, так она по всей республике проезжает. Поэтому, еще раз, учимся жить там, где есть вирусы. Они у нас есть везде. Просто необходимо, наверное, более модернизировать или дофинансировать эту отрасль ветеринарии. Может, пересмотреть саму структуру ветеринарии. Как сообщили в региональной ветслужбе, введено ограничение на ввоз свиноводческой продукции из Челябинской области в нашу республику. Кроме того, чтобы исключить риск заражения африканской чумой, в Башкирии проверят свиную продукцию, которую успели завезти из соседней области в октябре. Объем кредитования в Башкирии вырос по сравнению с прошлым годом на 7%. С января по сентябрь банки выдали организациям и гражданам суммарно 668 миллиардов рублей против 623,5 за первые 9 месяцев 2016-го. Об этом сообщает Национальный банк республики. В среднем по стране прирост всего 3%. Кредитование населения увеличилось на 10,5% до 305,5 миллиардов рублей. Объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вырос на 4,5% и составил 362,5 миллиарда. Просроченных кредиторов стало меньше на 8,5%. При этом среди физических лиц просрочка сократилась на 12%, а юрлицы нарастили эту цифру почти на 2%. Два новых резидента территории социально-экономического развития Кумертау реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций около 6 миллиардов рублей каждый. Шестого и седьмого резидентов зарегистрировали в Минэкономразвитие страны. Так, компания «Энергомаш» модернизирует предприятие по производству средств малой механизации и инструмента для монтажа линий электропередач кабельных сетей путем освоения стального литья на собственных площадях. Проект предусматривает создание до 2019 года 20 новых рабочих мест со средней заработной платой более 23 тысяч рублей. Еще один резидент Свердловская энергоремонтная компания планирует до 2020 года создать 66 новых рабочих мест со средней заработной платой почти 37 тысяч рублей на предприятии по оказанию услуг строительства, монтажа, ремонта и реконструкции оборудования энергетических объектов. И информация о курсах валют, установленных Центробанком, на четверг. Доллары и евро синхронно подорожали. Курс американской валюты вырос на 79 копеек и оценивается в 59 рублей 24 копейки, евро в плюсе на 93 копейки 68,70. Лучшие обменные курсы на среду. Покупка доллара в банке БКС за 59 рублей 15 копеек. Комиссия до 3% за обменную операцию. Продажа в Телекоммерсбанке за 59,37. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в банке БКС за 68 рублей 60 копеек. Продажа в банке Телекоммерс за 68,85. И на этом пока все. Следите за новостями вместе с РБК. РБК.